Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Летик Айряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. ДК профсоюза в секторе Иральшкань сравняли с землей. Что построить на его месте и что думают об этом жители Кишинеу? Налоговая служба напоминает. Срок подачи декларации о доходах для физических лиц истекает 2 мая. Кишинеу-Тирасполь расставили точки над И. Приднестровский автотранспорт сможет выезжать за границу. По меньшей мере 10 человек погибли в результате наезда грузовика на пешеходов в канадском Торонто. Знаменитые фонтаны Петергофа торжественно откроют в конце этой недели. А теперь подробно об этом и многом другом. Второй день в столичном секторе Иршкань ведутся работы по сносу всеми известного Дворца культуры профсоюзов. Здание разрушат полностью, по предварительной информации, вместе с мозаичным панно, которое долгое время украшало сквер. На его месте построят гипермаркет крупной немецкой торговой сети. О том, что думают по этому поводу жители Кишинеу узнавала наша съемочная группа. В течение многих лет Дворец культуры профсоюзов был центром культурных мероприятий не только сектора Иршкань, но и всего города. В советские времена тут организовывали детские кружки, концерты и другие мероприятия. Однако в последние годы здание пустовало, за исключением нескольких частных мастерских и компаний. Сейчас же на месте ДК одни сплошь руины. Варварство. Все вот это строилось долго для нас, для всех и для вас. Что скажешь? Беззаконие, я так думаю. По предварительным данным, на месте бывшего Дворца профсоюза в секторе Иршкань будет построен гипермаркет крупной немецкой торговой сети. Некоторые жители столицы восприняли эту новость положительно, уверяя, что таким образом молдавская столица делает еще один шаг в сторону модернизации. Это новый гипермаркет у нас в Кишняве. Думаю, это хорошая конкуренция для других гипермаркетов, например, как остальные. И они старались, чтобы сделали лучше. Но большинство горожан все же выступают против такой инициативы. Многие считают, что супермаркетов в столице более чем достаточно. А вот культурных центров или мест развлечения для детей практически нет. И если уж сносить бывший дворец культуры, то только для развития социальной сферы, а не для торговли, считают они. Да у нас все эти маркеты на каждом углу. Все торгуют. Чем? Людей все уходит, все меньше и меньше. Но они строят то, что не надо народу, а то, что им надо. Супермаркеты у нас есть по всему городу. Могли бы сделать что-то для образования, для детей. По-моему, здесь раньше было, когда дворец Привсузов, то было кружки много там для молодежи, чего-то. Я думаю, что это подобное было. Было бы хорошо, что-то построили на этом месте, что-то тоже для наших детей. Но не мы тут правим. Напомним, что зимой нынешнего года был закрыт рынок сектора Рыжкань, известный под названием «Наалешина». Эта территория будет также сдана под строительство. Наталья Фомина, Руслан Каунов, Вести Молдова. Налоговая служба напоминает. В распоряжении физических лиц не более 10 дней для дачи декларации о доходах за 2017 год. Ведомство перенесло крайний срок подачи заявления на 2 мая, учитывая, что 30 апреля объявлен выходным днем. Так, 27 апреля и 2 мая налоговая служба будет работать с 8 утра до 7 вечера, а 28 и 30 апреля – до 3 часов дня. Напомним, что физические лица могут представить декларацию о доходах напрямую в территориальном подразделении налоговой службы, либо с помощью электронной формы на сайте ведомства. Продолжать и укреплять связи с политической и деловой элитой Российской Федерации для Молдовы крайне важно. Об этом заявил президент Республики Молдовы Игорь Дадон после встречи с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, который прибыл в Молдову с неофициальным визитом. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф находится в Молдове с неофициальным визитом. По словам президента Игоря Дадона, он прибыл в нашу страну по его личному приглашению, как друг, а также, чтобы провести публичную лекцию и пообщаться с некоторыми молдавскими экспертами. В то же время, в ходе заявлений для пресса глава государства ответил и на интересующий всех вопрос о том, планирует ли Сбербанк войти на рынок Молдовы. Герман Греф провел публичную лекцию на тему технологические тренды и факторы опережающего развития. Мероприятие посетили молдавские экономисты, политологи, предприниматели, общественные деятели, представители местных властей. После лекции председатель правления Сбербанка России поблагодарил за оказанный ему теплый прием. Я действительно 10 лет не был в Кишиневе и хочу сказать, что город меняется. Не меняется только у вас прекрасная погода, потому что из Москвы мы улетали вчера, было очень холодно, у вас очень много солнца. Я очень благодарен за прием, который здесь оказали и за тон дискуссии. Было очень деловое такое, мне кажется, сопонимающее обсуждение этих вопросов, с которыми я сегодня выступал. После встречи с Германом Грефом Игорь Дадон заявил, что считает крайне важным продолжение и укрепление связи нашей страны с политической и деловой элитой Российской Федерации, как он отметил нашего главного стратегического партнера. Молдова продвинулась вперед, особенно в экономической сфере, благодаря эффективным мерам со стороны правительства Молдовы. В глазах Европейского Союза она находится на подъеме. Об этом заявил посол Румынии в Кишинеу Даниил Иоанници в эфире одного из местных телеканалов. Посол отметил, что и сам стал свидетелем положительных изменений, особенно в сфере экономики. Иоанници подчеркнул, что в прошлом году Республика Молдова зарегистрировала экономический рост около 5%. На этот год экономические прогнозы также очень хорошие. Кроме того, он отметил, что Румыния всегда была рядом с Республикой Молдовы. И не только потому, что связи этих двух стран сильные, но также в связи с тем, что Румыния заинтересована в том, чтобы помочь гражданам Молдовы жить лучше. Далее блок предвыборных новостей. Партия действий «Солидарность» подтверждает свою поддержку и доверие Симеону Гуцу, кандидату от ПАС на должность мэра муниципия Белц. По мнению политформирования, Гуцу человек честный, корректный и неподкупный. А все нападки СМИ в его адрес – инсинуация. Симеон Гуцу всегда боролся за правду. Он человек честный, корректный и неподкупный. Так партия действий «Солидарность» характеризует своего кандидата на должность мэра муниципия Белц. В пресс-релизе политформирования уточняется, что ПАС еще раз подтверждает свою поддержку Симеону Гуцу, а информация в некоторых СМИ об его якобы проблемах с неподкупностью и неоплаченном долге лживая. Еще ПАС обратилась к тем, кто критикует Симеона Гуцу за его политическое прошлое. Для тех, кто критикует Симеона Гуцу, когда-то принадлежащего к ХДНП, мы напомним, что господин Гуцу, как и многие добросовестные люди, боролся за национальное освобождение и достоинство нашего народа, а не за партийных лидеров, которые на поверку оказались предателями. Говорится в пресс-релизе, по мнению ПАС, в Молдове много достойных людей, в том числе Симеон Гуцу, сохранивших в трудные для страны времена свою честь, и у которых есть мужество давать уроки честности и нравственности. Напомним, комплект документов для регистрации в избирательной гонке на пост мэра Белс уже подали 9 кандидатов. Предыдущее руководство столичной мэрии продемонстрировало непочтительное, а порой даже преступное отношение к богатой культуре и истории нашего города. Об этом заявил кандидат на пост городоначальника столицы от партии социалистов Ион Чабан в ходе очередной пресс-конференции. Город, который игнорирует свое прошлое, не может иметь ни настоящего, ни будущего, считает кандидат от партии социалистов Ион Чабан. В ходе очередной пресс-конференции он выразил сожаление, что предыдущее руководство столичной мэрии продемонстрировало непочтительное, а местами даже преступное отношение к богатой культуре и истории нашего города. По его словам, ситуация с историческими памятниками в Кишину прискорбна. Половина из них разрушена, а за оставшимися никто не следит. Ситуацию необходимо в корне менять, отметил Чабан и заявил, что намерен вместе со своей командой провести полную оценку нынешнего состояния исторических и архитектурных памятников столицы. Мы предложим новый реестр этих памятников, а также конкретные планы по реставрации и реабилитации каждого исторического памятника. Столица должна снова вернуть свое лицо. Столица должна снова стать гордостью для ее жителей и туристически привлекательной для иностранцев. По словам Иона Чабана, команда партии социалистов особое внимание намерена уделить реставрации и реконструкции всех улиц и исторических зданий. Таким образом, мы планируем создать культурные и развлекательные туристические зоны, туристические маршруты, тематические фестивали и праздничные мероприятия, которые представляли бы интерес как для жителей столицы, так и для туристов. С этой же целью будут поддерживаться международные музыкальные и танцевальные конкурсы. Также, по словам кандидата на пост мэра от ПСРМ, для достижения максимального эффекта предлагается активное продвижение бренда Кишинео, как в стране, так и за ее пределами. Валентина Турова, Сергей Липодат, Вести Молдова. Международный аэропорт Кишинео нужно вернуть в собственность государства, а мажоритарным акционером этого предприятия должна стать мэрия. Об этом заявил кандидат от либеральной партии Валерий Мунтиану на пост столичного градоначальника. Также Мунтиану считают, что контракт сдачи в концессию аэропорта был подписан в нарушении законодательства и должен быть аннулирован. Вернуть аэропорт Кишинео в собственность государства, планирует кандидат от либеральной партии Валерий Мунтиану в случае своей победы на местных выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции, организованной непосредственно у столичного аэропорта. Я, в качестве мэра Кишинео, предлагаю, чтобы мэрия стала мажоритарным акционером в международном аэропорту Кишинео, чтобы затем у нас появилась возможность аннулировать этот машинический контракт, включив в план развития города и развития аэропорта Кишинео, учитывая опыт запада. Поделился кандидат от ЛП и планами относительно модернизации аэропорта. Там он намерен построить терминал карго на 3000 тонн, модернизировать взлетную полосу, а также увеличить количество авиарейсов. В то же время Мунтиану не уточнил, за счет каких средств предполагаемые изменения будут воплощены в жизнь. Выдвинуть единого кандидата на должность мэра столицы еще не поздно. Демократическая партия предлагает представителям правого политического фланга отказаться от участия в выборах в пользу того, у кого больше шансов на победу. В противном случае, заявил на еженедельном брифинге пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь, проевропейские кандидаты рискуют потерпеть фиаско. У ДПМ нет своего кандидата на должность мэра столицы, но она внимательно следит за ходом избирательной кампании, заявил сегодня на еженедельном брифинге пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь. Демократы сожалеют, что проевропейские партии так и не откликнулись на их предложение объединить усилия, но считают, что еще не поздно. Они предлагают представителям правых сил отозвать свои кандидатуры в пользу того, кто сможет одержать победу. Мы считаем, что еще не поздно тем, кто выдвинул свои кандидатуры, отозвать их в пользу того, у кого самые большие возможности. В этом контексте мы и дальше остаемся открыты для диалога, но в случае, если эта проблема в итоге не решится, тогда Демократическая партия решит, кого поддержит и объявит об этом, в том числе представителям СМИ. Демпартия провела собственный соцопрос, но результаты афишировать не стала. Это чтобы никто не упрекнул ее в оказании давления на избирателей, пояснил Виталий Гамурарь. Он лишь сказал, что врозь проевропейские кандидаты не наберут необходимые голоса. Некоторых из них ДПМ обвинила в политическом эгоизме и демагогии. Напомним, до местных выборов в Кишину осталось 25 дней. Продолжаем выпуск. Автотранспорт из Приднестровья будет допущен до международного движения. Эту тему обсуждали накануне на заседании рабочих групп Кишине у Террасполя. Стороны договорились разработать механизм допуска к международному движению транспортных средств, не осуществляющих коммерческую деятельность. В заседании участвовали политические представители с обоих берегов Днестра. Кристина Лесник и Виталий Игнатьев, а также международные партнеры по переговорам в формате 5 плюс 2. Отметим, это уже 20-е заседание рабочей группы по развитию автомобильного транспорта с начала нынешнего года. В автопарке медицинской службы скорой помощи 10 новых машин. До конца мая его пополнят еще 59 единиц спецтранспорта. Это первый этап модернизации системы до госпитальной медицинской помощи. По инициативе правительства в этом году будет закуплено еще 168 карет скорой помощи. На это из бюджета выделено 273 миллиона леев. Автомобили для транспортировки пациентов передадут районным больницам страны, что позволит повысить качество и ускорить оказание первой медицинской помощи. Все машины собраны в России и оснащены самым современным оборудованием. Отметим, что на сегодняшний день автопарк медицинской службы скорой помощи изношен на 90%. Сейчас короткая реклама, а сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире Вести продолжим говорить о главных событиях дня. Приостановлено строительство многоэтажного дома по улице Алба-Юлия-2. Такое распоряжение выдала столичная мэрия. Муниципальные власти говорят, что попробуют договориться с компанией-застройщиком о том, чтобы перенести стройку в другое место. Между тем, жильцы соседних домов уже 10 лет протестуют против возведения этого дома и считают, что авторизация на строительные работы выдана вне закона. О других новостях далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Парламенты Молдовой и Румынии будут сотрудничать в области безопасности. Это предусматривает декларация, подписанная представителями парламентских комиссий по национальной безопасности двух стран. Свои подписи под документом поставили председатель парламентской комиссии по нацбезопасности Роман Бацан и председатель комиссии по обороне, общественному порядку и национальной безопасности Палаты депутатов Румынии Дарил Георгий Кэпрар. Последний отметил, что декларация подтверждает желание комиссий стремиться к безопасности, процветанию и обеспечению свободы граждан двух стран. Готовы парламентарии сотрудничать и в сфере демократии, реформирования оборонного сектора, парламентского контроля и в вопросах интеграции в Европейский Союз. Порядка 500 школьников из Кишинел получат возможность бесплатно отдохнуть на Черном море. И все благодаря подписанной между Бухарестом и мэрией Кишинел программе сотрудничества. На отдых в летний лагеря поедут дети, которые в школе учатся на отлично. Для них будут организованы услуги заселения, питания и транспорта из Кишинел в Бухарест и обратно. Проект стартует в июне и завершится в сентябре текущего года. Для участия в проекте ученики и преподаватели должны предоставить необходимые документы в мэрию Кишинел. Реализуемая программа Она помогла населенным пунктам обозначить общие проблемы, волнующие жители, а также освоить полученные гранты. Всего бюджет САРД предусматривает 6,5 миллионов евро на поддержку предпринимателей и местных властей. Начиная с сегодняшнего дня, каждая мэрия получит по одному государственному и по одному историческому флагу Штефана Челмари. С такой инициативой выступил президент Игорь Дадон. Первые флаги получат 300 населенных пунктов, которые подписали декларации о сохранении государственности и независимости Молдовы. Глава государства, подписавший законодательную инициативу о дополнении закона о государственном флаге нашей страны, отметил, что историческое знамя – это неотъемлемая часть истории Молдовы, которая не дает нам права придать забвению истоки молдаван. Инициатива, по словам Дадона, приурочена к празднованию 27 апреля Дня государственного флага Молдовы. Молдова впервые приняла участие в выставке продовольствия и напитков в испанской Барселоне. Свою продукцию на экспозиции «Алиментария Барселона-2018» представили семь отечественных компаний на стенде площадью в 20 квадратных метров. Участие в «Алиментарии Барселона» позволило производителям из Молдовы наладить новые деловые контакты и расширить рынок сбыта своей продукции, в частности, фруктов и вина. Эта выставка – одна из самых крупных продовольственных экспозиций в Испании и одна из значимых отраслевых выставок в мире. Она проводится уже 40 лет раз в два года. В Приднестровье начался археологический сезон. В этом году ученые исследуют 13 курганов, относящихся к эпохе ранней бронзы и скифской культуры. Одна из главных целей этих раскопок – спасательная. Ежегодно в результате интенсивной сельскохозяйственной деятельности страдают 150 приднестровских памятников археологии. В их числе и три кургана, на которых с апреля текущего года ведутся археологические раскопки. На одном из них в селе Глинное района Слободея работы уже завершены. Там специалисты обнаружили останки животных, человеческое захоронение, колчан с бронзовыми наконечниками стрел, а также лепной сосуд фракийского облика, произведенный гетами. Отметим, что на территории Левобережья находятся свыше 12 тысяч археологических памятников. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале, а также следите за развитием событий в стране и мире на сайте нашего телеканала rtr.md. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова